Ему дали Юрьев, причем взяли с него клятвенную грамоту, показывающую нам тогдашние отношения так называемых служилых татарских царевичей к государству. Летив, называя себя царем и великого князя братом, обязуется быть в приязни с его друзьями и вражде с врагами. Не мириться и не ссылаться ни с кем без его ведома, показывать ему все грамоты, какие только будут присланы к нему от других владельцев. Если великий князь пошлет его на свою службу, то ему и его войску, ходя по московским землям, не брать и не грабить своей рукой ничего, над христианами насилия никакого не делать, а кто это сделает или церковь поругает, того выдать. Убьют такого преступника на месте преступления, вины нет. Послы Летива, едущие в Москву, берут корм по ямам, но торговцы его корм должны себе покупать. Послов и купцов московских Летиву не хватать и не грабить, также русских пленных, которые побегут из Орды. Летив обязывается не мыслить зла Янаю-Царевичу, живущему в городке Мещерском, и ших Авлиару-Царевичу, помещенному в Сурожике, и никакому другому царю или царевичу, которые будут в московском государстве. Не принимать от них уланов, князей и казаков, хотя бы они прежде ушли от них в Орду или Казань, и оттуда их не принимать. Также не принимать татар-великокняжеских, кроме четырех родов – Ширинова, Баарынова, Аргинова и Кипчакова. Обязывается не воевать с Казанью без ведома великокняжеского, не выезжать из московского государства и быть во всем послушным великому князю. Своей стороны великий князь дал Литифу на словах клятву держать его другом и братом, но в грамоту этой строки писать не велел для прежнего своего дела. Послы московские начали подвергаться в Крыму насилием от хищных царевичей и мурс. Отпуская к Менгли-Гирею, знатного посла своего, Василия Морозова, великий князь писал к хану, что если и Морозов потерпит такое же насилие и бесчестие, какое потерпел прежний посол Заболоцкий, то вперед он будет посылать к нему людей молодых, а не бояр. И Морозову был дан наказ. Если станут у него просить какой пошлины, то ему в пошлину никому ничего не давать, кроме того, что с ним послана от великого князя в поминках. Морозов выполнил наказ. Но пусть он сам расскажет нам, чего стоило ему это выполнение. «Приехал я к воротам», — доносит посол великому князю. «Сошел с лошади, пошел пешком в городские ворота и вижу, что в воротах сидят все лучшие князья. Они со мной корошевались, здоровались по обычаю. Но когда дошла очередь до Кудаяр-Мурзы, то он со мною не корошевался, а сказал толмачу. Скажи боярину, что он холоп. Толмач мне тут не сказал, а он на толмача с ножом. И толмач мне сказал у царевых дверей. Я пошел к царю, и девяти подарки понесли за мною. Тут Кудаяр-Мурза отнял у подьячего шубу беличью хребтовую. Как подошел я к царевым дверям, и саулы посохи свои бросили передо мною и стали говорить толмачу «давай пошлины». Я перешагнул через посохи. Ничего говорю не ведаю. А Мурза-Апак мне сказал «Не потакай, ступай прямо к царю». Царь спрашивал о твоем, великого князя, здоровье. Меня жаловал. И царевичи меня жаловали, и корошеваться звали. Я посольство правил. Царь меня жаловал чашу, и остаток подал. И царевича жаловали, остатки подавали. Потом царь, немного посидевший, велел мне чашу подать. А я чашу подал царю, царевичам и князьям. Но когда дошел черед до Кудаяр-Мурзы, то я начал бить челом царю на него, что холопом меня назвал и шубу отнял. «Кудаяр-Мурзе», — говорил я, — «чашу не подам за это. Холоп я твой да брата твоего, государя великого князя Василия Ивановича». Царь начал говорить за Кудаяра, по нем покрашивать. «Мы его этим пожаловали», — говорит царь. Я на это отвечал. «В том, государь, волен ты, вольный человек, хотя и все ему отдай». Царь после этого меня отпустил и прислал за мною с медом. А Кудаяра, говорят, бронил и вон выслал. А царевич Ахмат-Гирей прислал ко мне дувана своего. Дуван ко мне приехал, достал брониц и говорит, — Царевич, тебе приказал сказать, не дадашь мне тех поминков, что мне Заболоцкий давал, и я тебя велю на цепи к себе привезти. Я ему отвечал, — Цепи твоей не боюсь, а поминков не дам, поминков у меня нет. Мы видели, что и Александр, и Сигизмунд, желая войны с Москвою, старались поднять на нее магистра Ливонского, но уже из ответа Плитенбергова Александру можно было усмотреть, что старания будут безуспешны. Ливония и города Гонзейские хлопотали только о том, чтобы с помощью короля римского Максимилиана возвратить своих пленников и товары, захваченные при Иоанне. Известный нам Гордингер приехал осенью 1506 года в Москву с прежней просьбой от Максимилиана об освобождении ливонских пленников. Василий велел отвечать. Если Максимилиан, король римский, будет с нами в союзе, братской любви и дружбе, как был с отцом нашим, и если магистр, архиепископ и вся земля Ливонская от нашего недруга Литовского отстанут, пришлют бить челом Великий Новгород к нашим наместникам и справятся нашим отчинам Великому Новгороду и Пскову вовремя, то мы посмотрим по их челобитью для Максимилиана, короля римского, прикажем своим наместникам и своим отчинам, Новгороду и Пскову, с ливонцами мир заключить, как будет Пригожа, и тогда пленников освободим. Ливонские послы не являлись продолжением войны с Литвой, но когда эта война кончилась, то магистр в марте 1509 года прислал бить челом о перемирии, которое и было заключено новгородским и псковским наместниками на 14 лет. По договору немцы обязались не приставать к литовскому великому князю и его преемникам, получили право торговать в новгородской земле всяким товаром, кроме соли. С обеих сторон обязались давать послам проводников и подворья безденежно. Потом Максимилиан присылал с просьбой, чтобы позволено было гонзейским городам торговать по-прежнему с Новгородом и Псковым, и чтобы отданы были товары, захваченные при Иоанне. Василий отвечал, что относительно возобновления торговли исполнит просьбу Максимилианову, если гонзейские города пришлют к новгородским и псковским наместникам о том, челом по пригожу, но что товаров им не отдадут. Обезопасив себя со стороны Казани, Крыма, Литвы и Ливонии, Василий задумал порешить со Псковым, к чему подавали повод постоянные столкновения власти народной со властью наместника Великокняжеского. С 1508 или 1509 года в Обскове наместником был князь Иван Михайлович Репня-Оболенский. Обсковичи прозвали его найденным, потому что, говорит их летописец, приехал он в Обсков не по обычаю, не будучи прошен и объявлен. Нашли его псковичей на загородном дворе, потому священники навстречу к нему за крестами не ходили. И был этот князь лют до людей, прибавляет летописец. Осенью 1509 года великий князь отправился в Новгород и получил здесь от Оболенского жалобу, что псковичи держат его нечестно, не так, как держали прежних наместников. И дела государские делают не по-прежнему. Суды и доходы великокняжеские вступаются, и людям наместничим от них бесчестие и насилие большое. Вслед за жалобу от наместника явились в Новгород посадники и бояре псковские, поднесли великому князю в дар полтораста рублей и били челом, что обижены от наместника, от его людей, от его наместников, пригородских и от их людей. Великий князь отвечал, «Хочу отчину свою жаловать и оборонять, как отец наш и деды делали. И если придет на моего наместника много жалоб, то я его обвиню перед вами». Отпустив посадников и бояр, Василий отправил в Псков окольничьего князя Петра Васильевича Великого и дьяка Далматова с приказанием выслушать князя Боленского с псковичами порознь и помирить их. Посланные возвратились и объявили, что псковичи с наместником не мерятся. Приехали опять посадники бить челом, чтоб государь дал им другого наместника, а с Репнёю прожить им нельзя. Тогда великий князь велел ехать к себе в Новгород Репне и всем псковичам, у которых есть жалобы на наместника. Поехал наместник, поехал посадник Леонтий, но поехал жаловаться не на Аболенского, а на товарища своего, другого посадника Юрия Копыла. Юрий поехал отвечать и скоро прислал из Новгорода грамоту. «Если не поедут посадники из Пскова говорить против князя Ивана Репни, то вся земля будет виновата». Тогда сердце у псковичей приуныло. Поехали девять посадников да купические старосты всех рядов. Великий князь управы им не дал, но объявил. «Взбирайтесь, жалобщики, на крещение. Тогда я вам всем управу дам, а теперь вам управы никакой нет». Жалобщики возвратились домой и когда подошел срок, отправились опять в Новгород. В самый праздник крещения Василий велел псковичам собраться и идти на реку на водосвятие, где был и сам с крестным ходом. Потом бояре объявили им. «Посадники псковские, бояре и жалобщики. Государь велел вам всем собираться на государский двор, а кто не пойдет, тот бы боялся государевой казни, потому что государь хочет дать вам всем управу». Псковичи отправились с реки на владычный двор. Посадники, бояре и купцы введены были в палату, а младшие люди стояли на дворе. И вот вошли в палату московские бояре и сказали псковичам. «Пойманы вы богом и великим князем Василием Ивановичем в сия Руси». Посадников посадили тут же, в палате, а младших переписали и отдали новгородцам по улицам беречь и кормить до управы. Так говорит псковский летописец. По известию же других летописцев, великий князь велел псковскому наместнику князю Репне с посадниками встать перед собою, выслушал и обыскал, что посадники не слушались наместника. Суды и пошли на его вступались, держали его не так, как прежних наместников. Также от них и псковичам было много обид и насильств, но что более всего государское имя презирали, нечестно держали.